что для вас загородный дом семья уют чистый воздух и приятная атмосфера и конечно ваш дом должен быть надежным и прочным ведь это ваше родовое гнездо и вы хотели бы чтобы в нем жило еще не одно поколение именно с дома начинается история вашей семьи вы решили зародить эту традицию а мы расскажем вам как и из каких материалов построить загородный дом деревянный дом бревенчатый или из бруса помимо непревзойденных экологических параметров выгодно отличается тем что его несущие стены практически не нуждаются в отделке брус красив сам по себе но та отделка которая необходимо должна в полной мере учитывать живой характер брусового бревенчатого дома сегодня в программе что включает в себя внутренняя отделка дома первоочередные процессы это прокладка коммуникации заливка цементно-песчаной стяжки после этого просто производится все работы по финишной отделке стен и потолков какой материал выбрать для внутренней отделки в этом доме мы использовали масло то есть она натуральной основе и гарантия фирмы производителей на данный материал там очень достойно так скажем 10 лет минимум чем обшивать влажные помещения во влажных помещениях многие владельцы домов и мы сами часто используем технологию обшивки перегородок из гипсокартоном а это наша бригада александр гурам рашид стены деревянного дома постоянно дышат как в прямом так и в переносном смысле воздух в брусовом доме меняется полностью в течение двух суток сама древесина набирает и отдает влагу расширяется и сжимается от сезона к сезону это для бруса нормальное поведение и в то же время деревянные стены отлично сохраняют тепло даря хозяевам особенный комфорт достаточно защитить дерево специальными составами от плесени и пожара и тонировать по своему вкусу чтобы придать жилищу тонкую индивидуальность брус в процессе производства транспортировки у него появляются всевозможные мелкие дефекты царапинки мелкие там где-то где-то может испачкали его в процессе транспортировки и так далее плюс еще он покрыт специальным защитным слоем для транспортировки его так называют транспортировочный слой торцы клюеного бруса они покрыты воском натуральным для того чтобы влага не попадала в брус то есть мы непосредственно перед покраской только тогда мы счищаем этот слой только после этого красить но без этого защитного слоя на долгое время мы не оставляем брус нельзя этот процесс как раз необходим и для внешней для внутренней отделки дом стены из бревна или бруса могут удивительно гармонично сочетаться с мебелью и отделочной фурнитурой любого стиля от хай-тека до антикварного дерево материал без времени современные составы для обработки часто совмещают тонировку и защиту не мешают дереву дышать и не скрывают его структуру сам дом из клюеного бруса естественно это данном случае очень так скажем экологически приятный для жизни первую очередь поэтому мы используем краски для окраски клюеного бруса именно экологически современные но в деревянном доме достаточно мест которые требуют специальные отделки влажные подсобные технические помещения при такой специальной отделке необходимо учитывать усадку деревянного дома для начала стоит определиться будете ли вы придерживаться экологически чистого и полностью деревянного дома или ваш дом будет отделан из современных и доступных материалов а возможно вы захотите оформить дом декоративно и необычно рассмотрим виды отделки деревянного дома с сохранением деревянной первобытности довольно доступный надежный материал это вагонная доска она прекрасно подойдет для отделки стен и для пола с потолком для монтажа вагонной доски потребуется обрешетка внутренних стен брусками с целью создания ровного каркаса для укладки доски этот каркас можно использовать для того чтобы спрятать трубы и провода а также уложить в него утеплитель если это необходимо внутренняя отделка брусового дома заключается много процессов первоочередные процессы это прокладка коммуникации заливка цементно-песчаной стяжки после этого просто производится все работы по финишной отделке стен и потолков в данном доме мы использовали отделку потолков тоже деревянными всеми изделиями смонтировали потолки из доски производимой нашим цехом качество и свойства в принципе она отличается от основной от такой же такого же плана доски которая продается обычно в магазинах просто толщиной для того чтобы мы не переживали за то что ее поведет из-за перемен влажности воздуха будущем потому что очень часто это происходит со всеми деревянными домами многие люди используют вагонку она толщиной 10 миллиметров и ее постепенно начинает вести от влажности воздуха она расширяется сжимается после этого она деформируется мы монтируем доску 18 22 миллиметра если вы все же решили использовать вагонку то на рынке можно встретить три вида данного материала первый из них это одинаковые шлифованные доски без дополнительных углублений и вырезов обычная вагонка она более дешевая крепится к брускам об решетке с помощью оцинкованных гвоздей или самонарезающих шурупов саморезов выбирать такую доску стоит разве что в целях экономии так как доски ничем не сцеплены между собой могут лечь криво к тому же при забивании гвоздей возможен скол доски если она небольшой толщины второй более предпочтительный тип универсальная вагонная доска она имеет замок по типу шип паз и позволяет плотно подогнать доску одну к другой такая доска лучше выглядит благодаря отсутствию люфтов и перекосов ее укладка более простая надежно третий вариант вагонной доски называется блокхаус это такая же доска как и описанная во втором варианте но с одной стороны она имитирует натуральное цилиндрованное бревно применяется для срубов построенных в лапу с целью облагородить и придать насыщенный вид зданию изнутри блокхаус это в принципе доска напиленная с имитацией цилиндрованного бревна окраины цилиндрованного бревна то есть это полукруглая доска так скажем шип паз она тоже монтируется таким же способом как имитация бруса то есть по технологии шип паз как вагонка вообще принято везде во всех домах просто размер у нее форма немножко другая поэтому изменено и название технологии шип паз но вот можете посмотреть даже вот здесь вот здесь она применяется в клееном брусе шип вот тут получается у нас пять шипов верхняя часть когда монтируется там получается 4 паза 6 для пяти шипов то же самое применяется на доске чем уже тем меньше этих всех бородок надо помнить что вагонная доска требует такой же обработки как и любое другое дерево такая отделка отлично дополняет сруб добавляя ему самобытности и старины за ней легко скрыть всевозможные дефекты сруба или каркасного дома а также спрятать различные коммуникации она дополнительно утепляет дом или баню даже без использования утеплителя толщины вагонки в два сантиметра достаточно чтобы удержать тепло и не пропустить ветер в дом ее укладка весьма простая не вызовет сложности у человека который уже имел дело с деревом это а плюсах а теперь о недостатках как и всему дереву в вагонной доске свойственно слабая пожароустойчивость и нужна дополнительная обработка хотя цена на саму доску довольно умеренная но потребность в дополнительных материалах брусков для обрешетки антисептиков и так далее могут сильно затронуть ваш кошелек еще один способ сохранить первозданность вашего жилища является обработка внутренних стен лакокрасочными изделиями в этом доме мы использовали масло натуральной основе и гарантия фирмы производителей на данный материал там очень достойно так скажем 10 лет минимум сначала у нас вот на это аппарат весна выбор выбрать где-то который вот шлифовать будем сначала дерево а потом грунтовка это белый слой после это грунтовка вот этот слой вот а второй слой вот это белый а потом еще будем красить сверху два раза чтобы красиво получать красиво будет если встрече надо будет дом красиво получился красиво здесь уже покрашена отшлифованы предварительно и покрашены несколько слоев маслом мы покрываем маслом которое тонирующее масло то есть она тонирует дерево для того чтобы осталось структуру видна структура дерева в этом принципе есть какой-то шарм как правило в принципе при использовании технологии разные фирмы рекомендуют по-разному использовать их материалы но в данном случае ничего не требуется достаточно просто два слоя прокрасить дерево очень тонким слоем масла и все здрафик покраска обои клеит вот вот отделка я сам делал вот дома у меня сам себе отделка полов деревянном доме может производиться всеми имеющимися на рынке материалами этот процесс ничем не отличается от других домов на пол может быть настелена массивная доска паркет ламинат пробковое покрытие ковролин кафель и прочие напольные материалы исключительно на этапе стройки и начальной отделки нужно четко понимать какое покрытие пола будет в том или ином помещении вашего деревянного дома что касается отделки потолков деревянном доме все тоже как и с полами отделка может производиться любыми материалами существующими на нашем рынке все будет зависеть от задумки желаний и возможностей потолки могут отделываться стандартным вариантом деревянной вагонкой или имитацией бруса это могут быть натяжные или подвесные потолки гипсокартон различные панели потолки в деревянном доме можно отыгрывать разными декоративными составами при отделке можно декорировать массивными или фальшбалками профилированная доска в принципе ее можно даже назвать имитацией бруса просто она не имитирует брус она доска шип паз которую мы используем для монтажа на потолок то есть это по индивидуальному там пожеланию заказчика мы можем произвести такую доску мы ее красим с внутренней стороны невидимой мы красим бесцветным покрытием той же текстурной краской а уже с наружной стороны окрашиваем тот цвет который пожелал заказчик потом мы монтируем двери в деревянном доме часть интерьера как и многие другие составляющие но в данное время проблем с дверями нет и можно выбрать их на любой вкус и бюджет исключительно при монтаже дверей и окон в деревянном доме будь то дом из бревна или бруса нужно знать об особенностях монтажа которых нет в других домах заключается эта особенность в том что двери и окна в деревянном доме нельзя крепить к стенам как это делается в других домах двери и окна в деревянном доме крепятся к заранее подготовленной вмонтированной в проемы обсадной конструкции которая абсолютно независимо от основной стены и ее усадочных процессов все работы по монтажу дверей производству там наличников доборов оконных все эти конструкции они должны быть тоже независимыми плавающими для этого делаются в перерубе клееного бруса обсадные обсадные бруски вот их видно вот здесь для того чтобы брус мог садиться а дверь добор все было прикреплено именно к этому обсадному брусу это очень важно тоже это технологический вопрос который в принципе должен знать специалист который производит эти работы в отделке деревянного дома есть много нюансов которых нет в отделке домов из других материалов в основном этот нюанс связан именно с основным строительным материалом деревом который уже в срубленном и прошедшим определенный технологический цикл обработки материал остается все равно живым за что его и ценят многие выбирая для себя и своих близких из многообразия различных технологий именно деревянный дом будь то дом из бруса или бревна при произведении работы по производству перегородок либо пристенных конструкций многие пытаются сделать это для того чтобы там допустим в ванных комнатах обложить все плиткой для этого нужно использовать кипсокартонные пристенные металлоконструкции они должны быть плавающими потому что клееный брус он со временем каждый год по чуть-чуть начинает садиться то есть шипы пазы от собственного веса со временем начинают все более и более уплотняться и если эта конструкция не плавающая она металлокаркас не может сжиматься и поэтому происходит деформация перегородок либо пристенных конструкций для этого их делают независимыми от клееного бруса это вообще технология такая которая нужна в принципе мы каждый раз контролируем при производстве этих работ любого рабочего всегда проверяем потому что это очень важная деталь потом после допустим вот мы смонтировали перегородку потом я уже проверить не могу поэтому это все делается в процессе использовать клееный брус для отделки дома нецелесообразно так как это достаточно дорогой материал и есть много достойных альтернатив клееный брус как таковой для отделки не используется так как все перегородки собирается по каркасной технологии и используется имитация клееного бруса то есть это доска имитирующая форму и клееного бруса вот и все вот здесь используется имитация клееного бруса вот она эта доска по технологии шип паз собирается на металлокаркасе она очень похожа на клееный брус внешний из того же материала из сосны то есть хвойных пород дерева при монтаже она уже практически не отличается металлокаркасу вообще ничего не будет много-много лет что с ними произойдет если правильно смонтировать доску из имитации бруса я думаю тоже ничего не произойдет просто иногда несущие перегородки невозможно сделать из клееного бруса потому что в принципе они многие вещи возникают в процессе постройки дом и желание владельца дома возникают уже после постройки и в данном случае уже невозможно сделать переруб клееного бруса понимаете он должен быть завязан его нельзя просто так смонтировать и для того чтобы он не был завязан с другой стеной должно быть перекрестие вот для этого используют эту доску имитирующую клееный брус брус сам по себе выглядит прекрасно главным достоинством можно считать то что работа по его отделке можно начинать практически сразу после постройки нет необходимости ждать усадки если постройка дома велась методом в лапу достаточно просто окрасить внутреннюю стену в необходимый вам цвет гипсокартон весьма удобный для работы при отделке дома внутри своими руками и у универсальный материал из него можно собрать почти любую нужную конструкцию и воплотить в нем самые изысканные формы и углы во влажных помещениях многие владельцы домов и мы сами часто используем технологию обшивки перегородок из гипсокартона гипсокартоном с наружной стороны они имеют ли мы вышиваем перед каркасы перегородок имитации бруса с внутренней стороны гипсокартона для того чтобы потом впоследствии сделать нового защищенный слой из керамической плитки керамогранита по всем там экологическим показателям в принципе гипс он в данном случае используется в живых помещениях влажных помещений перед началом работ монтируется каркас из п-образного профиля которому впоследствии с помощью оцинкованных самонарезающих шурупов будет крепиться гипсокартон преимущество невысокая цена и простота монтажа позволяет скрыть коммуникации недостатки слабая устойчивость к повреждениям необходимость дополнительные отделки гипсокартона шпаклевкой или обоями примерно так же как и гипсокартон монтируются пластиковые панели большое разнообразие цветовой гаммы позволяет создавать различные рисунки и комбинировать красивые узоры монтируется пластик также на обрешетку а сам процесс монтажа схож с укладкой вагонной доски штукатурка еще один способ отделки хотя и не самый удачный он потребует минимум затрат и позволит выровнять стены но не стоит забывать что такую отделку вам придется обновлять каждые пять лет итак во внутренней отделке вам нужно сначала выбрать свой стиль и исходя из этого подбирать способ которым вы будете доводить до нужного результата свои стены не стоит бояться экспериментировать и сочетать разные варианты отделки вместе деревянный снаружи и современный изнутри дом это контраст который может поразить своей оригинальностью и стилем успешной вам стройки и следите за новыми программами энциклопедии стройки your ты и hoje вы were Продолжение следует...